Жить в городской черте, но с удобствами хуже, чем в самых отдалённых уголках нашей страны. Таких условий не пожелаешь и врагу. Дом 34, корпус 3 на улице Кочевская, что в посёлке Строители, уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Подвальные трубы настолько старые, что вода не доходит до третьих, четвёртых и пятых этажей. Люди живут по расписанию. Помыться и приготовить возможно только с 12 ночи, когда вода появляется. Вечерние и утренние час пики этого сделать невозможно. Мы живём как на военном положении. То нам отопление отключат зимой, то у нас воды холодной вообще нет. Детей моем только ночью. Детей у нас на нашем пятом этаже семь человек. Вот вы представляете, чтобы помыть детей? Вчера вода была холодная, ржавая. Готовить нам нечем. Горячая вода идёт. Это такого, я не знаю, качества, откуда её только сливают, эту воду. Крыша у нас протекает. Протекает по электрике. Это не дай бог замыкание и не дай бог ночью. Мы не успеем, мы будем прыгать с пятого этажа. К нам недавно приезжали с водоканала. Они залазили в подвал. Вот, в подвале они смотрели. Подача воды у нас идёт на наш пятиэтажку, как на 16-этажный дом. Вы представьте, что это есть? Напор какой. У них в подвале не работает ни один вентиль. Они все... Ну, вентилятор мы уже не можем за свой счёт ремонтировать. Также жители напуганы аварийным состоянием крыши. Кроме того, что их квартиры заливают во время дождей, люди не на шутку боятся замыкания проводов и пожара. Вот в соседнем подъезде там вся крыша течёт, там зайти невозможно. Там вот провода все выведены наружу, потому что всё бьёт током. Вообще, там ужас. Я живу на пятом этаже. Там невозможно. Крыша течёт, всё. Стены полтора года только ремонт сделал. Всё заплеснивал. Невозможно жить. Там один грибок. Вот заново всё покупать, заново всё клеить, очищать. И всё это всё самим делать. Обращаемся с ЖКО, ничего не могут сделать. Мы ничего не знаем. Как хотите, так и делайте. Куда хотите, туда жалуйтесь. Вот их не ответ. Многочисленные письма с жалобами управляющую компанию «Соколовка» остаются без ответа. Слушать жители там по каким-то невразумительным причинам не хотят. Зимой, когда отключают отопление на первом этаже, заходить туда невозможно. Там тропики. То есть пар, глаза шребит, духота. И не представляете, я не знаю, как они называются, это насекомое, я не биолог. Но это просто. Целая фауна выползает из подвала. Вплоть до опаршей. ЖКО нам говорит, вы обижены на нас, мы всё для вас сделаем. В прокуратуру заявление писали. Вот Лена писала. В ЖКО мы звонили, всё время дают какие-то новые телефоны. Перезвонишь по новым телефонам, в итоге опять ещё дают новые телефоны. Говорят то, что мы этим не занимаемся, звоните по другому номеру. Несколько дней назад написали в прокуратуру. Ситуация немного прояснила председатель дома. После продолжительного молчания она всё же открыла дверь и кое-что нам рассказала. СТУК В ДВЕРЬ Проблема началась опять с отоплением. Сказали, что нет у них денег. Когда проблема началась с отоплением? Ну, это лет восемь назад. Два года назад, это будет сентябрь, два года мы взяли и это собрали со всего дома. Деньги на отопление в пределах пятидесят тысяч. У меня есть документы, всё-всё. Эти документы я отнесла. То есть деньги я отнесла главному инженеру, введение туда, в ЖКХ. Вот там они закупили трубы, привезли мне документы, где всё, все документы есть, именно какие трубы, что и как купили на наш дом. А установили? Нет. Эти трубы по сейчас в ЖКХ лежат, если, конечно, не лежат. Отписались у нас муниципалитета, что в сентябре прошлого года, 30 сентября, отписали, что вам уже поставят, сделают. Но ничего не делали. В самой управляющей компании поговорить насчёт запоздавшего ремонта и труп на хранение в ЖКХ с ответственным инспектором нам не удалось. Ой, Фанихал, слушает Викторовна, вот тут пришли с телевидения, хотят вашу душу видеть. Вы где находитесь-то? Людмила Бедриной? Так, ну сейчас я попробую ей позвонить. А вы не сможете, у вас нет возможности подойти, да? Ясно. Нет, она не сможет подойти. Зато дозвонились до заместителя директора компании ООО ЖКО «Соколовка». Она, как выяснилось, вообще не в курсе, где же трубы. То есть, будет смотреть, почему холодная вода идёт, нет нормального напора холодной воды. Вот по трубам это надо разбираться, пусть жители приходят. Я, например, первый раз слышу, что они два года тому назад купили трубы. И где эти трубы. Понятия не имею, где они. И почему этот. Это надо с мастером переговорить. Кто покупал, где они. Может быть, они на складе у Фаины Михайловны. Мы связались с инспектором по телефону. Как сообщила нам представитель коммунальной службы, объём работы по восстановлению водоснабжения предстоит в этом доме крайне большой. Но, тем не менее, пообещала, что домом начнут заниматься с завтрашнего дня, то есть с 4 июня. У них там затопило подвал, значит, вызываем мы в реку. Приедут, они обещали нам вчера, но вчера не выехали. На сегодняшний день, наверное, должны дать. В подвале перекрывать, потому что там перекрывается. И смотреть, что там у них случилось с водой. Я думаю, по воде мы в ближайшее время решим. Наверное, с завтрашнего дня, если всё не откачают. Капитальный ремонт дома планируется в 2025 году. Только неизвестно, простоит ли строение ещё 10 лет, если коммунальщики не предпримут кардинальных ремонтных решений.